Всем привет! Меня зовут Таня, я рада приветствовать вас! В этом видео мы с вами будем сегодня познавать истину, и истина будет делать нас свободными. Сегодня мы с вами поговорим об одном важном и интересном аспекте, мы с вами поговорим о выборе человека и о жизни. И мы с вами также рассмотрим суть или смысл жизни вечной. Многие люди во все времена стремились узнать смысл жизни, познать суть жизни, смысл жизни, и жизни на земле, и жизни вечной. Но Писание, оно раскрывает нам все эти истины. И нам не нужно, совершенно необходимо тратить на это очень много времени, там много ресурсов, средств на то, чтобы искать это, ездить. Нам, как говорит Писание, близко к тебе слово. К нам оно близко. Писание раскрывает нам все эти истины. Нам нужно только уделять время, чтобы обращаться к Слову Божьему и позволять Духу Святому открывать нам все эти истины из Слова Божьего. Итак, давайте сначала обратимся с вами к книге Второзакония, к 30 главе. И мы с вами прочитаем 19 и 20 стихи. Здесь Господь говорит. «Восвидетели, перед вами призывай сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятую обещал Отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Итак, мы здесь видим, что Господь дает выбор. Господь дает возможность выбора каждому человеку. Он никогда не станет ничего никому навязывать. Навязывать что-то, тянуть силой, заставлять – это не в Божьем характере. Это в характере врага, который постоянно толкает людей в грех, толкает людей в беззаконие, нечестие и прочее мерзости. Но Бог не такой. Он благой. И иногда даже о нем говорят как о джентльмене. То есть Он позволяет сделать выбор. Он дал свободу выбора, свободную волю каждому человеку. И каждый человек имеет выбор. И здесь мы прочитали сами, что Господь говорит. «Вот, я дал вам возможность выбирать. Я представляю перед вами жизнь и смерть, благословение и проклятие». Но при этом Господь, Он как бы не оставил с этим выбором один на один. Но Он тут же дает совет. Он говорит «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть избери жизнь, избери благословение, чтобы хорошо было тебе и твоему потомству после тебя на земле. И в этом мы можем видеть один из аспектов Божьего водительства. Когда мы будем вставать перед каким-то выбором своей жизни, перед каким-то принятием решений, то Господь в своем водительстве, Он сразу же готов дать нам совет. И нам нужно только услышать его, только быть готовыми принять Божье водительство. Для этого нам тоже иногда нужно быть готовыми делиться, чтобы дать возможность Богу проговорить, чтобы хотя Бог всегда говорит нам, и Он имеет много чего нам сказать. Но часто просто мы имеем слишком много различных внешних голосов, которые не позволяют просто нам услышать голос Духа Святого. Но когда мы отделяем себя для Бога, когда мы уделяем время, мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к Слову Божьему, тогда мы даем возможность Духу Святому дать необходимое нам водительство. Поэтому в какой бы ситуации мы ни находились, Господь всегда рядом с нами, чтобы сразу же дать нам совет, чтобы сразу же подсказать нам правильный вариант выбора, правильный вариант решения. И Господь сказал, избери жизнь. Теперь давайте с вами остановимся именно на этом аспекте Совета Божьего, сути Совета Божьего. Господь сказал, избери жизнь. И при этом Он на этом не остановился. Он сразу же показал, как можно это сделать. Поэтому когда Господь дает нам свое водительство, Он не просто дает нам что-то абстрактное, но Он дает нам конкретные, четкие инструкции. Так что у нас не остается никакой неопределенности. И каким образом мы выбираем жизнь? Мы прочитали в следующем стихе, говорит о том, чтобы прилепляться к Господу, чтобы следовать за Ним, чтобы любить Господа. И на основании этого мы можем сделать вывод, что мы избираем жизнь. Человек избирает жизнь, когда он выбирает Бога. Когда он делает свой выбор в пользу Бога, в пользу того, чтобы быть послушным Ему, чтобы следовать Его воле для своей жизни, чтобы прилепляться к Нему, чтобы любить Господа, чтобы развивать с Ним взаимоотношения. Это то, что Господь хочет иметь с каждым из своих детей, с каждым, кто приходит к Ним. Он желает иметь близкие взаимоотношения с каждым. Вместе с этим это местописание также раскрывает нам как бы и стадии того, как человек выбирает Бога, как он приближается к Нему. Сначала человеку нужно сделать выбор. Ему нужно выбрать Бога, принять Иисуса Господом в своей жизни. Но потом дальше наступает процесс того, когда человек начинает развиваться во взаимоотношениях с Господом. И в этом процессе человек все больше и больше будет узнавать Бога. Господь будет все больше и больше открывать и показывать себя. Поэтому это то, чего Господь желает иметь с каждым из своих детей. Он не желает только какого-то мимолетного знакомства, но он желает, чтобы все приходящие к Нему знакомились с Ним близко и развивались с Ним во взаимоотношениях. Потому что знакомство может быть мимолетным. Однако мы знаем, что такое знакомство это не то, что Бог хочет иметь со своими детьми. Никакой бы отец не желал, чтобы его дети имели какие-то общие представления о них. Поэтому и наш Господь, наш Бог, он есть наш Отец, и он желает иметь близкие взаимоотношения со своими детьми. Вместе с этим взаимоотношения с Богом они и приносят наполнение в жизнь человека. Потому что когда человек все больше узнает Бога, он тем самым развивается в способности быть чувствительным голосу водительства Божьего. Он тем самым узнает Слово Божье, волю Божью для своей жизни. Он тем самым развивается в своей способности сотрудничать с Господом. И когда все это происходит, тогда Господь получает все больше и больше возможностей приносить в жизнь человека благо. Давайте с вами обратимся к расширенному переводу Библии. Прочитаем это местописание в расширенном переводе Библии, для того, чтобы нам получить более полную, более глубокую картину того, о чем говорится. Итак, расширенный перевод Библии это местописание передает так. Я призываю небо и землю в качестве свидетелей против вас сегодня, что я поставил перед вами жизнь и смерть, благословение и проклятие. Поэтому вы должны выбрать жизнь, чтобы вы могли жить, вы и ваши потомки, любя Господа Бога вашего, поминуясь Его голосу и держась Его вплотную, близко. Ибо Он ваша жизнь, ваша хорошая жизнь, ваша изобильная жизнь, ваше исполнение, осуществление и продолжительность ваших дней, чтобы вы могли жить на земле, которую Господь обещал, клялся от сам вашим Аврааму, Исааку и Якову. Итак, мы видим, что здесь прямо говорится о том, что мы выбираем Господа, когда мы выбираем любить Господа и прилепляться к Нему. Вместе с этим мы видим и то, что здесь говорится, что Господь есть нашей жизнью, при этом не просто жизнью, но жизнью с избытком. Потому что Господь ничего не может принести в жизнь никакого человека, кроме благого, кроме благословения, потому что Господь наш благ. И Он есть источником жизни, и Он приносит жизнь. И именно когда человек приходит к Богу, он выбирает прилепляться к Нему, он развивается в его взаимоотношениях с Богом, тогда он и начинает жить этой высокой Бозьей жизнью. Тогда Господь и приносит наполнение в его жизнь. И вместе с этим говорится также о том, что Господь есть не просто нашей жизнью, но и жизнью с избытком, изобильной жизнью. И почему так? Потому что когда мы принимаем решение быть послушными Господу и следовать за Ним, то тогда Господь к чему ведет нас? Он ведет нас к осуществлению своего плана. Он ведет нас в землю обетованную. И в этом мы видим, что Господь имеет совершенный план, и Он наполняет нашу жизнь своим избытком. Господь есть не просто нашей жизнью, но нашей изобильной жизнью, в которой мы получаем исполнение и осуществление всего того, что Господь приготовил для нас. И почему Господь есть не просто жизнью, но почему мы также говорим о том, что Господь есть жизнью с избытком. Иисус сказал, что Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Потому что когда мы послушны Господу, мы будем следовать за Ним, будем следовать Его воле и Его водительству. А к чему Господь может вести? Он может вести только к благу и к благословению. Вот как все связано. Поэтому когда мы принимаем решение в пользу Бога, когда мы выбираем следовать за Богом, любить Господа, прилипляться к Нему, когда мы выбираем решение, когда мы выбираем, когда мы принимаем решение держаться за Богом, тогда мы обретаем настоящую вышокую жизнь и жизнь с избытком. Таким образом, через взаимоотношения с Богом, Бог дает наполнение в нашу жизнь. Бог приносит наполнение в нашу жизнь своим благословением и своими благами. И это наполнение происходит изнутри, потому что мы знаем, что изнутри источники жизни. Поэтому Господь, наполняя наш Дух своим присутствием, своим откровением, своими истинными мудростью, Он приносит нам наполнение жизнью изнутри. И тогда эти источники начинают изливаться изнутри наружу, созидая нашу жизнь, направляя ее в том русле, который Господь определил для нас. И это благое. Господь имел для каждого из нас что-то хорошее. В действительности, в опасании к Ефесянам, в 3-20 стихе, говорится о том, что Господь может сделать, и Он приготовил нас, намного больше того, о чем мы просим или помышляем. И в расширенном переводе Библии говорится о том, что Господь приготовил для нас то, что намного выше наших, даже самых высоких, мечтаний. Вот что Господь приготовил для всех, кто сделает свой выбор в пользу Него, кто пойдет за Господом. Вот какую жизнь Господь приготовил для всех верующих в Него. Мир также пытается принести наполнение в жизнь. Однако он пытается наполнить ее какими-то другими вещами. Это наполнение, мир пытается наполнять жизнь, но чем он ее наполняет? Грехом и беззаконним, какими-то материальными вещами. Человек не получает удовлетворения, и из этого получается безвыходность и безнадега. Но Господь есть выход, Он есть наша жизнь, и нужно только прийти к Нему, чтобы обрести благо и благословение, и Его жизнь вечную. И теперь давайте обратимся и поговорим о том, что же есть жизнь вечная, в чем заключается ее процесс, в чем ее суть. И об этом Иисус сказал нам довольно однозначно. Он сказал об этом в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе. Давайте с вами обратимся к этому месту Писания и прочитаем сказанное Иисусом. Иисус сказал, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, мы здесь видим, что Иисус прямо раскрывает суть вечной жизни, которая заключается в том, чтобы знать Его, единственного истинного Бога и Иисуса Христа. Вместе с этим Иисус говорит не только о том, чем она есть, но и как ее обрести. И мы знаем, что путь к Богу — это Иисус. Он сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь». Поэтому для того, чтобы обрести жизнь вечную, нужно принять Иисуса. Нужно обрести познание Иисуса как своего Господа и Спасителя. Но давайте пойдем дальше. Давайте остановимся именно на том, что составляет суть этой жизни вечной. Иисус сказал, что она заключается в том, чтобы знать Бога и Его Сына, единственного и посланного Иисуса Христа. Давайте обращаемся к другим переводам Библии для того, чтобы рассмотреть разные аспекты того, о чем здесь говорится. Итак, начнем от наименее отличающегося с текстом синодального перевода. Начнем с перевода Message, в котором говорится «Вот настоящая и вечная жизнь, чтобы они знали тебя, одного и единственного истинного Бога, Иисуса Христа, которого ты послал». Здесь, как мы видим, говорится о настоящей и вечной жизни. Следовательно, жизнь вечная и есть настоящая жизнь. Все, что находится за пределами этой жизни вечной, все, что находится за пределами этого определения, что сказал Иисус, это есть как бы существование, это какой-то другой процесс. Но это не есть настоящая жизнь, которую Бог приготовил для человека, которую Бог предназначил, чтобы имело человечество. Потому что мы знаем, что Адам в книге Бытие, в самом начале, в первой-второй главах нам говорится о том, что Адам был предназначен стоять в присутствии Божьем. И он был предназначен жить вечно. И на основании этого можно сделать вывод, что и жизнь вечная Адама, она имела прямое отношение к его взаимоотношениям к Богу. Иначе, чего тогда Богу было бы посещать Адама? Для того, чтобы помогать ему возделывать сад? Конечно же, нет. Поэтому Адам предназначен стоять в присутствии Божьем. И это то, к чему Иисус и возвратил нас. Он возвратил нам эту возможность иметь жизнь вечную, возможность примирения с Богом, чтобы нам иметь возможность стоять в его присутствии. Итак, мы можем сказать о том, что все, что не есть Божьей жизнью вечной, не есть жизнью по своей сути. И она раскрывается, суть этой вечной жизни, Божьей жизни раскрывается здесь, в этом месте Писания, которое мы прочитали. И заключается в том, чтобы знать Бога, чтобы познавать Его. Давайте пойдем дальше. Новый живой перевод Библии формулирует эти слова Иисуса так. Здесь, как мы видим, акцентируется внимание именно на пути обретения вечной жизни, которым есть только Иисус. Только принятие Иисуса как своего Господа и Спасителя. И через Него уже обретение, познание Бога Отца. И вот о чем говорит расширенный перевод Библии. И вот вечная жизнь. И в этом переводе мы также видим, что говорится о том, что есть жизнь вечная и в чем она заключается. В том, чтобы знать живого Бога, воспринимать Его единственным и истинным, и признавать Его таковым, познакомиться с Ним близко и обрести понимание Его характера. И в этом месте Писания мы также можем усмотреть, что нам раскрываются стадии того, как человек приближается к Богу. Сначала нужно узнать о Боге живом, чтобы иметь возможность принять Его, сделать свой выбор в пользу Него, о чем мы говорили раньше. И потом начинается процесс приближения к Богу. И в рамках этих взаимоотношений мы и обретаем познание Господа. Потому что знакомство с Богом это не единократное событие. Потому что мы не можем познать Бога всего и сразу же. Бог, Он настолько великий, всеобриемлющий, что не хватит и всей вечности, что нужна вся вечность для того, чтобы познать Его. Поэтому мы можем говорить о том, что процесс познания Бога, который длится всю вечность, и есть сутью, есть процессом вечной жизни. И вот именно в этом и заключается суть вечной жизни, чтобы знать Бога. И очевидно, что невозможно никого узнать, не имея с Ним близких и в живых взаимоотношений. Поэтому мы можем говорить о том, что смысл Божьей, Божественной жизни вечной, дарованной нам Христом, заключается в том, чтобы строить, созидать и развивать взаимоотношения с Богом. В процессе чего Он и открывает нам Себя. Он и дарует нам познание Его воли и Его характера. Из этого мы можем также сделать увод о том, что смысл жизни верующего даже не заключается в том, чтобы реализовать свой потенциал, построить бизнес, служение, чтобы создать семью, заработать много денег, купить машину, дом и так далее. Это всё может быть смыслом чьей-то жизни на земле. Это всё имеет отношение к естественному и земному. Но суть, но главное, это именно познание Бога. Суть и смысл жизни вечной, это заключается в том, чтобы знать Бога, приближаться к Нему и обретать всё больше Его познания. Поэтому, если мы с вами настроены на это, если мы уделяем время для того, чтобы нам обращаться к Слову Божьему и обретать познание Божьего характера, потому что мы не можем узнавать Бога без того, чтобы изучать Его Слово. Мы не можем познавать Бога без того, чтобы развиваться с Ним в близких взаимоотношениях. И если мы с вами находимся в этом процессе, то это говорит о том, что мы с вами переживаем жизнь вечную. Мы имеем опыт в этой жизни вечной. И это то, что приносит нам наполнение в нашу жизнь на земле, в наш период существования на земле. Потому что это только какой-то коротковременный период по сравнению с той жизнью вечной, которую Господь приготовил для всех выбравщих Его, для всех, кто выбрал любить Бога и прилепляться к Нему. И в этом Божий план. Потому что когда мы развиваемся во взаимоотношениях с Господом, тогда мы стоим в Его присутствии. И в этом тоже также благость Божья, потому что Писание говорит, что «И я пребуду в Доме Господнем многие дни». Поэтому если мы только не отвратимся от Бога, Господь не отвратится от нас. Если мы не выберем покинуть присутствие Божье, отвратившись от Бога, Его присутствие не покинет нас. Поэтому когда мы выбрали Бога, когда мы нацелены на то, чтобы развиваться с Ним в близких взаимоотношениях, тогда Он не покинет нас, но Он наполнит нас своим присутствием, и Он наполнит всю нашу жизнь. Конечно же, все эти естественные вещи являются неотъемлемой частью жизни на земле. Бог предназначил, Бог создал так, чтобы человек жил в семье. И Господь приготовил для нас все нужное нам обеспечение, как говорит Писание, потребное для жизни, благочестия. И если это дома, автомобили, то есть Господь приготовил все это для нас. Но не это является главным, не это является сутью и смысла нашей жизни, но именно то, чтобы знать Бога. Для этого был сотворен человек, для этого был сотворен Адам. Как мы уже говорили, Адам был создан для того, чтобы стоять в присутствии Божьем. Адам был создан для того, чтобы принимать Божью любовь, для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. И к этому Иисус возвратил нас. Поэтому, когда мы приходим к Господу, вот к чему, на что мы должны быть нацелены, для того, чтобы развиваться в живых взаимоотношениях с Господом. И это есть сутью нашей жизни вечной, и это приносит нам наполнение во все сферы, также и нашей естественной жизни. Слава Господу! Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы благодарим Тебя за Твою благость и благодать в том, что Ты открываешь нам, Ты открыл и показал нам суть, смысл вечной жизни, которую Ты даровал нам. И мы молимся, просим Тебя, Твоей милости и благодати для нас в том, чтобы нам, Господь, углубляться в Твое слово, развиваться в взаимоотношениях с Тобой, чтобы обретать все больше и больше познаний Тебя от Его характера, приближаться к Тебе, стоять в Твоем присутствии и переживать этот, иметь этот опыт жизни вечной, которую Ты даровал нам в Своем Сыне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И завершите, я хочу, стихом из 1-го послания Киселоники, 7-5-23 о том, что Сам же Бог мира даст летит Вас во всей полоте, и Ваш Дух и Душа, и Тело, и Суцелости даст сохраниться без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит Вас. И если Вы еще не примирились с Господом, я чувствую это водительство, Господь напомнил мне об этом, если Вы еще не примирились с Господом, и Вы желаете обрести эту жизнь вечную, Вы желаете выбрать Бога, тогда это очень просто. Нужно просто обратиться в молитве к Богу, сказать, Иисус, стань Господом моей жизни. Я каюсь в своих грехах, и я прошу у Тебя прощения. Иисус, я отдаю себя Тебе, и я посвящаю свою жизнь Тебе. Войди в мое сердце, и будь Господом моим и Спасителем. И это все, что нужно. И когда Вы помолитесь этой простой молитвой, если Вы уже помолились этой простой молитвой, то произошло нечто чудесное и сверхъестественное. Дух Господень пришел, стал обитать внутри Вас. У нас произошло чудо нового рождения свыше. Вы стали Детем Божьим, Вы выбрали Бога, и Вы теперь можете иметь опыт в жизни вечной. Потому что пока человек не придет к Иисусу, не познает Его, не примет Его Господом и Спасителем в своей жизни, он не сможет иметь опыт, он не сможет переживать эту жизнь вечной. Но когда он входит в эту дверь, в которой есть Иисус Христос, тогда он может дальше переживать жизнь вечную, иметь опыт в ее процессе, и дальше развиваться во взаимоотношениях с Господом и познать Его. Поэтому, если Вы помолились этой молитвой, мы просим Вас, чтобы Вы написали нам, Вы сообщили нам, и мы вышли Вам необходимые материалы, которые помогут Вам возрастом духовно. Пусть Господь благословит Вас.